Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, их автобиография Чарльз Бентли, английский художник-акварелист, изображавший прибрежные речные пейзажи. Родился в 1805 или 1806 году в семье мастера-плотника и строителя в Лондоне. Его отправили раскрашивать гравюры к Теодору Филдингу, которому он в конце концов поступил учеником, чтобы научиться акватентингу. Бентли на всю жизнь подружился с молодым учеником Филдинга Уильямом Хэллоу. Во время ученичества его отправили в Париж. После окончания своего ученичества, хотя и зарабатывал немного денег гравировкой или дизайном табличек для периодических изданий, Бентли все чаще обращался к акварели. Я цитирую Википедию переводную. Выставил 4 работы на первой выставке нового общества художников-акварелистов, позже Королевского института художников-акварелистов, в 1832 году. 6 в следующем году. В феврале 1834 года Бентли был избран ассоциированным участником старого общества акварели, позже Королевского общества художников-акварелистов. Он впервые выступил в Британском институте в 1843 году, а в следующем году стал полноправным членом старого общества. В 1851 выставлялся в обществе британских художников. Рисовал сцены по всей Великобритании, на Джерси, Север-Ирландии, Нормандии, которую он несколько раз посещал. Также разработал иллюстрации для книги «12 видов внутренней части Гвианы», опубликованной Рудольфом Акерманом в 1841 году на основе исследований, проведенных Джоном Моррисоном во время экспедиции в Южную Америку. Не был финансово успешным, умер от холеры 4 сентября 1854 года, оставив вдову и был похоронен в западной части от Гейтского кладбища. Вот так вкратце все данные, которые мне удалось найти из переводной Википедии о Чарльз Бендли, английском художнике-акварелисте, изображавшем прибрежные речные пейзажи. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok